Католическая церковь, составив список семи смертных грехов, надолго озадачила все человечество. Этот список, скопище загадок, объяснить которое весьма непросто. Например, почему уныние смертный грех, а убийства нет? И таких вопросов гораздо больше, чем ответов. Во всем этом на страницах журнала «Загадки. История» разбирался Олег Логинов в своей статье «Грехи наши тяжкие». Семь смертных грехов нередко называют библейскими. На самом деле в Библии про них ничего не говорится. Но понятие семи смертных грехов родилось не на пустом месте, а стало некой квантэссенцией идей из разных религий мира. Сначала появились общие понятия о добре и зле, потом древние шумеры создали первый свод нравственных правил, затем в индуистской религии возникло понятие греха. Оно нашло отражение и в других религиях, например, в древнеегипетской книге мертвых, созданной тысячи лет назад. Там есть зависть, гордыня, гнев, прелюбодеяние, уныние. И если человек злоупотреблял при жизни этими пороками, то путь в царство мертвых ему был заказан. В иудаизме понятие греха упоминается в Пятикнижии. Учение о главных грехах сформировалось в монашеской среде восточной христианской аскетике. Причем сначала их было восемь. Еще Киприан Карфагенский, умерший в 258 году в сочинении о смертности, упоминал восемь главных грехов. Но их список в большей степени стал известен благодаря трудам греческого монаха-теолога Эвагрия Понтийского, который составил список из восьми худших человеческих страстей. Ими он назвал гордыню, тщеславие, печаль, гнев, уныние, алчность, сладострастие и чревоугодие. Порядок в этом списке определялся степенью вредности этих страстей для человека. Гордыню богословы считали самым эгоистичным свойством человека, а потому самым вредным. Этот список заметно отличался от библейских заповедей. В десяти заповедях Моисея упоминаются только похоть и зависть. А Иисус Христос в своей нагорной проповеди обличал гнев и похоть, так, чтобы богословы были пожестче и Иисуса, и Моисея. Главным творцом списка смертных грехов считается Папа Римский Григорий I Великий. В 590 году он сократил его до семи элементов, внеся понятие тщеславие и гордыню, печаль, в уныние, а также добавив новая зависть. Немного переупорядочил гордыня, зависть, гнев, уныние, алчность, чревоугодие и сладострастие. И фактически утвердил. Главным популяризатором списка грехов можно назвать великого богослова Фому Аквинского, жившего в XIII веке. В своих трудах он окончательно определил концепцию смертных грехов. Именно в его редакции она получила широкое распространение. Фома Аквинский попытался объяснить людям, чем смертные грехи отличаются от других. Он определил понятие порока от греха и утверждал, что грех превосходит порок в зле. Свою лепту в развитие темы смертных грехов внес немецкий богослов Петр Бинсфельд, который в своем трактате об исповеди вершителей зла и ведьм 1589 год закрепил за каждым смертным грехом покровителя из царства тьмы. Люцифер, по его мнению, отвечает за гордость. Мамон за скупость. Асмодей за распутство. Сатана за гнев. Вальзевул за чревоугодие. Левиафан за зависть. Бельфегор за уныние. Оно же лень. Более поздние богословы растолковали людям опасность смертных грехов доходчивее. Например, Феофан Затворник в XIX веке писал об отличии смертного греха от менее тяжкого. Так. Смертный грех есть тот, который отнимает у человека нравственно-христианскую жизнь его. В общем, смертными грехи названы потому, что они убивают душу. Тем не менее, вопросы к создателям списка оставались. Нравственные нормы, придуманные ими, очень разнились с окружающей средневековой действительностью. Церковь называла главным грехом гордыню. Но потворствовала монахам, кичевшимися своей властью. Сама демонстрировала тщеславие помпезными процессиями. Выражала гнев по отношению к еретикам. Демонстрировала алчность при сборе десятины. Монахи, так же, как и все люди, порой впадали в уныние, леность и не отказывали себе в чревоугодие. Разве что сладострастия старались избегать. Нет сомнений, богословы, придумавшие список смертных грехов, были высоконравственными людьми. Но следует отметить, что и папа Григорий I Великий и Фома Аквинский были выходцами из богатых дворянских семей и никогда не испытывали нужды. Например, Фома был седьмым сыном графа Ландорфа Аквинского. А Григорий во главе Римской церкви получал большие доходы с ее земельных владений, занимавших площадью порядка четырех с половиной тысяч квадратных километров в Италии, Африке, Галлии и Далмации, а также на островах Сицилия, Корсика и Сардиния. Богатому и сытому гораздо проще говорить о вреде чревоугодия, чем крестьянину в неурожайный год. Получается, что по сути дела создатели списка сами действительно боролись только с одним грехом – прелюбодейством. Считается, что идея плотского греха была заимствована богословами из манахейства. Манахеи рассматривали плотскую чувственную сторону человеческого естества как источник абсолютного зла, нечто порочное по самой своей природе. Католические богословы, сознательно избравшие для себя венец безбрачия и к прелюбодейству, были строги. Ученые давно нашли оправдание для людей от всех смертных грехов. Оказывается, люди грешат неумышленно, а значит не могут нести ответственность на страшном суде за гордыню, зависть, гнев, уныние, алчность, чревоугодие или сладострастие. Всему виной не греховность человеческой материи, а дефекты отдельных ее участков. Например, определили, что уныние у человека вызывают биохимические нарушения в центральной нервной системе, в результате которых сбивается обмен нейротрансмиттеров – веществ, регулирующих психологическую деятельность. Причиной гнева может стать тероксин – гормон щитовидной железы, который при повышенном содержании в крови делает человека очень раздражительным. Исследователи из Нью-Йоркского университета нашли центр жадности в человеческом мозге. Наблюдая за мозговой деятельностью добровольцев, участвовавших в компьютерной игре на деньги в лабораторных условиях, ученые заметили, что при появлении признаков выигрыша у подопытных усиливается приток, обогащенный кислородом крови, к участку под названием «Nucleus accumbens». Когда же игроку грозил проигрыш, такого явления не наблюдалось. Ученые из Кембриджского университета считают, что причины чревоугодия следует искать в генах. Оказалось, что неконтролируемое обжорство вызывает генетическая мутация, которая приводит к нехватке гормона лептина. Этот гормон регулирует в организме чувство голода и сигнализирует мозгу, что организм человека уже насытился. Если же в организме не хватает лептина, то люди постоянно испытывают чувство голода. И сама церковь постепенно проникается состраданием в порочности человеческой природы, понимая, что ее все равно не исправить. Например, в 2005 году по благословению Иоанна Павла II в Италии был издан первый в мире католический путеводитель по сексу с революционным названием «Грех не делать этого». Грех не делать этого. В книге кардиналы и епископы открыто призывают католиков чаще заниматься любовью. Цитата из книги. «Сексуальную близость можно сравнить только с любовью, связывающей отца, сына и святого духа». Говорят, что в Ватикане бурные дебаты вызвала петиция французских рестораторов. В главе католической церкви с предложением «Исключите списка смертных грехов чревоугодия, поскольку вкусная еда смягчает нравы и изгоняет уныние». Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии. До встречи!